всем привет в этом видео мы нарисуем с вами такую картину с матовым фоном текстурным и цветочком таким покрытым цветной поталью так для картины я взяла холст размером 30 на 30 сантиметров на подрамнике и для начала я прорисую область где будет располагаться цветок у меня шпаклевка вот такая акриловая универсальная эта шпаклевка мной проверено я люблю пользоваться она не трескается хорошо держится на холсте поэтому я использую такую раскладываю тонким слоем мастихином пасту на области будет располагаться фон когда фон полностью прокрыт я беру прост простой пакетик и ложу его на область которую я покрыла пастой разравниваю пасту ровненьким слоем и формирую складочки на пакетике теперь аккуратно пакет снимаем и образуется вот такой фактурный фон паста чуть-чуть просохла такой фон получился и теперь я карандашом прорисую лепестки по контуру которых буду потом выкладывать лепесточки я прорисовываю их карандашом в разные стороны все это как бы примерно не обязательно потом пастой следовать точь-в-точь но однако однако я все-таки решила прорисовать чтобы потом было легче работать с цветочком вот так в разных направлениях я нарисовала лепесточки затем я беру пасту набираю ее вот таким образом на мастихин на наружную его часть и прикладываем мастихин к лепесткам размазывая пасту чем тоньше будет кончик у мастихина тем будет острее лепесточек соответственно круглым мастихином такой остренький он не получится а вот мастихин с тонким кончиком получать такие вот остренькие лепестки я взяла другой мастихин поменьше рыбку им также получаются лепестки такие но опять же нужно смотреть размер картины если картина большая на большом холсте то тогда нужно брать мастихин побольше если картина маленькая то мастихин конечно лучше брать поменьше если мне нужно положить более объемный цветочек конечно тогда больше пасты поместится на больший мастихин тогда нужно убрать покрупнее вот такие вот мелкие листочки сделаю маленьким вот так ложу мастихин на полную поверхность наружную на картину и растираю его как бы по контуру лепестка первым делаем первым делаем лепестки которые будут снаружи цветочка постепенно накладывая лепестки друг на друга если что-то не получается какой-то не получился элемент пока паста сырая можно ее мастихином убрать и выложить заново после того как я положила пасту мастихин протираю чтобы лепестки ложились ровне и таким образом выкладываем весь цветочек самыми последними выкладываю внутренние лепестки и после этого естественно даю картине просохнуть обязательно волшебно в теперь когда картина высохла я возьму наждачку тоненькую и просто пройдусь по краям лепестков может где-то есть выступающие части такие которые уж сильно выделяются или острые какие-то углы чуть-чуть сгладить немного но слегка так все листики не они шлифую просто какие-то лишние элементы брать наждачкой и теперь беру краску матовую черную голубую фаце белую и начинаем закрашивать фон я смешала белую краску чуть-чуть голубой и добавляю черного получается темно-серый фон голубоватый такой развожу краску с водой и закрашиваю текстурный фон хорошенько промакиваю чтобы краска попала в самые глубокие отверстия чтобы фон закрасился полностью за счет черной краски матовой картина будет матовой разбавляем красочку водичкой и аккуратно прокрашиваем всю поверхность хорошенько промакивая вот эти дырочки на фоне также можно закрасить края картины как правило картины на холсте на подрамнике могут висеть без рамы поэтому закрашенные боковинки смотрятся очень красиво теперь чисто черной матовой краской я закрашиваю сами лепестки тоже хорошенько смотрю чтобы краска попала все боковинки все отверстия развожу ее водой но не слишком жидко и так закрашиваем всю картину картина закрашена теперь я даю ей просохнуть и приступим к наклеиванию потали значит я взяла клей скотч он наносится как обычный клей для потали и точно также подсыхая оставляет за собой липкий слой плюс к тому он не прозрачный слегка такой вот перламутровый имеет оттенок и я прекрасно вижу где нанесла его а где и не нанесла и даже не на черной поверхности а также на белой он все равно оставляет оттеночек такой что очень удобно потому что иногда наносишь когда клей для потали не всегда запоминаешь куда его нанесла на какую именно область а этот клей он хорошо видим и так хорошенько проклеиваем весь цветочек и даем клею просохнуть до того момента как он полностью впитается в поверхность и на поверхности останется лишь липкий слой и теперь я беру черную потали и начинаю наносить ее на цветок легкими прихлопывающими движениями я ее как бы вбиваю в цветочек она приклеивается и одновременно я вижу где остаются не заклеенные места чтобы потом туда добавить еще потали на самом деле в эту картину можно использовать и золотую поталь и серебряную и также какую-нибудь цветную сейчас можно найти много оттенков и какая больше подходит к интерьеру такой цветочек можно и сделать цветом и то же самое фон не обязательно допустим черный можно сделать белый фон и золотой цветок на белом фоне либо еще у каких-то других вариантах и так потали я проклеиваю весь цветок и подожду какое-то время пока поталь хорошо не приклеится затем я беру кисти смахиваю остатки не приклеившийся потали после того как я очистила всю картину от ненужных блесточек кисточкой и очистила всю неприклеивающуюся поталь у меня получился вот такой вот абстрактный цветок картина как бы получается черная но за счет того что фон матовый а цветочек глянцевый такой блестящий она очень красиво смотрится а на этом видео подходит концу спасибо вам за просмотр буду благодарна лайка подписке буду рада если видео вам понравится если вы попробуете сделать такую же картину и у вас получится ну а на этом у меня все всем пока и до встречи в новых видео подписка